В этом году краевые власти направят 132 миллиона рублей на благоустройство дворов в городах и поселениях региона. Средства выделят по краевой программе формирования современной городской среды. Отбор муниципалитетов, которые получат субсидии, уже стартовал. С 2019 года средства на благоустройство дворов Федерация не выделяет, поэтому краевое правительство разработало собственную программу, по которой на условиях софинансирования предоставляются субсидии на капитальный ремонт придомовых территорий. За два прошлых года по этой программе в регионе отремонтировали почти 250 дворов, на что было потрачено более 380 миллионов рублей. В 2020-м лидером по ремонтам стал Комсомольск-на-Амуре. Город дополнительно получил 125 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий за счет средств единой субсидии. На эти средства в порядок привели сразу 50 территорий. Чтобы получить средства на благоустройство двора, собственникам необходимо принять решение на общедомовом собрании сформулировать смету, после этого направить заявку в местную администрацию. В свою очередь, каждый конкретный муниципалитет уже формирует окончательную заявку на получение средств из краевого бюджета. По каким принципам распределяется финансирование на ремонт дворов между муниципалитетами, какие работы входят в рамки региональной программы, и какие есть дополнительные возможности сделать свой двор более благоустроенным. Об этом мы попросили рассказать нашего гостя в студии Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, какие условия для участия в конкурсе распределения субсидий, и на что смотрят, смотрят ли, может быть, на прошлый опыт участия муниципалитета, как он себя проявил, или, может быть, на сумму, или, может быть, на заявку, какой фронт работ предстоит? Вы знаете, первое, значит, субсидии, условия предоставления субсидий устанавливает, наверное, краевая программа. Обязательным условием это является софинансирование. Город Хабаровск, как обычно, и традиционно участвует во всех этих мероприятиях, и в этом году мы тоже подали заявку. Мы рассчитываем получить до 30 миллионов рублей. Необходимое минимальное софинансирование с нашей стороны составляет 40%, это 20 миллионов рублей. Мэром принято такое решение, и выделены финансовые средства для участия. А со стороны краевой программы, значит, нам рассчитываем получить 30 миллионов рублей, это 60% софинансирования. То есть общая сумма какая получается? Мы рассчитываем, будем говорить, на общую сумму, это получается 50 миллионов рублей в этом направлении работать. Мы ежегодно участвуем в данном мероприятии, ежегодно, значит, и по мере возможностей мы, говорится, получить условия, выполнить условия софинансирования, мы их всегда выполняем, мы получаем финансовые средства. А сумму определяет сам муниципалитет? Какая необходима? Вы понимаете, сумма не то, что муниципалитет определяет, сумма определяет условия соучастия в этой программе. Только готов вложить. Да, но получается, мы можем вложить и большее, можем вложить большее, но софинансирование предусматривает только не более 30%, 60% это 30 миллионов рублей. Но у нас, вот в продолжении нашего разговора, у нас еще в данном направлении есть еще, существует своя муниципальная программа, она очень давно существует, давно, это так называемая грантовая поддержка, о том, что вы спрашивали, какие еще условия поучаствовать собственникам, жителям многоквартирных домов в данной программе. Это грантовая поддержка, она у нас уже больше 10 лет существует в нашем муниципалитете, и жители с большим удовольствием принимают в ней участие. Условия участия в этой программе следующие. Мы предлагаем собственникам поучаствовать в софинансировании 33%, а бюджет вкладывает, соответственно, 67%. Но популяризация такой программы, значит, она достаточно широкая, и хочу сказать, что вот последний прошедший год показал, что собственники очень заинтересованы в реализации этой программы, и нижний предел участия в софинансировании в процентном отношении составляет не менее 45%. У нас есть случаи и 76, и даже за 82, если не ошибаюсь, будем говорить, в прошлом году собственники вложили денежные средства в ремонт своей дворовой территории. А вот вообще, как вообще определяется перечень дворов для ремонта, и какими критериями? Значит, перечень, достаточно все прозрачно, и есть нормативно-правовый акт Хабаровска, края 856-й, постановление нашего администрации города, в котором можно прочитать все, что на каких условиях участвует. А участие, если говорить кратко, следующее. Собственники проводят собрания, принимают решения по участию в этой программе. Предварительно они понимают, какой объем и какие виды работ делают. Кстати, по грантовой поддержке любые виды работ можно делать. Это, будем говорить, и ремонт дворовых территорий, это устройство детских площадок, устройство спортивных площадок, устройство контейнерных площадок. Это все то, что позволяет благоустроить двор, и, будем говорить, привлекательность этой программы в этом и заключается. Получив решение собраний, которое дает возможность участвовать собственникам в этом мероприятии, обычно собственники дают поручение управляющей компании готовить пакет документов. И пакет документов представляется в наше управление, в администрации управления жилищно-коммунального хозяйства. Мы принимаем данные документы с 10 марта по 15 апреля. Никаких ограничений, главное, чтобы соблюсти те условия, которые заложены в требования по подготовке пакета документов. Потом состоится конкурсная комиссия, которая на условиях, будем говорить, просматривает условия, на каких должен быть представлен пакет документов и собственники. Одним из условий является уровень софинансирования. Еще раз напомню, что в прошлом году не 33%, как в программе было нижний предел участия, а 45%. Мы думаем, что в этом году даже еще выше будет такая заинтересованность собственников. Далее объявляются конкурсной комиссии результаты прохождения, рассмотрения документов. Определяется количество участников в зависимости от той суммы, которая рассчитывается из бюджета, и той суммы, которую участники вкладывают в реализацию своих идей. Это мы говорим про грантовую поддержку. Краевая программа, она там немножко попроще, будем говорить. Программа называется «Формирование современной городской среды» у нас. И в эту программу входит и созвучное направление, которое я сейчас сказал, «Формирование современной городской среды», и грантовая поддержка. Грантовую я уже рассказал, а первое направление – это «Формирование современной городской среды». Если помните, в истории немножко выдаться. В 2017 году был пилотный проект такой, когда привлекали средства федерального бюджета, краевого и местного бюджета. Программа зарекомендовала себя, жители проявили очень большой интерес в участии в этой программе. Поэтому было создано, принято решение и на федеральном уровне, и на краевом. Ну, естественно, и мы его поддержали с удовольствием. И мы создали программу, я говорю о программе муниципальной, 2018-2024 год. Сразу на этапе формирования этой программы мы рассматривали все заявки. А условия участия в этой программе, будем говорить, подача заявки, оформление проекта со стороны собственников. Но здесь немножко, будем говорить, ограничения в плане видов работ, которые могут привлекаться и исполняться в данной программе. Это, будем говорить, ремонт проездов, ремонт дворовой территории, установка урн, лавочек и освещение. Вот основные те элементы, которые необходимо участвовать, но не более того. Поэтому грантовая поддержка, будем говорить, дает более широкий спектр и более широкие возможности реализовать свое участие в благоустройстве дворовых территорий. А вот участвовать в той программе, про которую мы сегодня с вами говорим, и вот в грантовой поддержке, возможно, и там, и там? Вы знаете, по первой направлению по формированию современной городской среды мы уже этот список, я сказал, сформировали. На сегодняшний день было сформировано первоначально 274 дворовые территории. Состоялся общественный совет, который утвердил эти дворовые территории. Они вошли в программу, это официальная, будем говорить, перечень, которая официально опубликована везде. Жители знают свою очередь, они интересуются, когда мы пойдем, каким образом мы будем участвовать. Постоянные, будем говорить, заводки и интересы проявляются. На сегодняшний день реализовано 114 дворовых территорий в этой программе. Поэтому ждем и надеемся, что краевое финансирование будет продолжено. Мы со своей стороны обязательно будем принимать участие. Анатолий Владимирович, ну вот еще раз давайте повторим, как подать заявку можно. То есть это сами жильцы подают ДСЖ? Значит, по грантовой поддержке, собрание собственников, принятие решения и передача данного решения уполномоченным представителям, это может управляющая компания, ТСЖ, представитель ТСЖ, юридическое лицо, которое принимает участие в данном мероприятии от имени собственников. Это говорим о грантовой поддержке. Если говорим о формировании современной городской среды, то программа сформирована, перечень сформирован. Мы просто сейчас ждем очередной год возможностей софинансирования со стороны края, со стороны муниципального бюджета и дальше продолжаем реализовывать эту программу. Анатолий Владимирович, спасибо большое, что этим утром нашли время, пришли к нам в студию. Напомню нашим зрителям, что у нас Анатолий Климочкин в студии, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова